Итак, продолжаем нашу лабораторную работу по цифровому прототипированию. Мы создаем небольшой веб-приложение. В прошлый раз мы разработали вот такое вот количество шаблончиков. Последний раз я скопировал зажатым шифтом за заголовок третьих элементов и с альтом вниз их продублировал. Здесь я поменял фотографию, поменял несколько городов. В общем-то пусть будет хотя бы один город. И мы поменяем местами эти вот элементы. Установим их на передний план и рейндж. Сегодняшняя работа будет посвящена тому, каким же образом активировать процессы работы в данных заготовочках. Для того, чтобы разрабатывать дизайн, существует рабочее пространство дизайн. Для того, чтобы создавать конкретные действия, существует рабочее пространство прототип. Переходим во вкладку прототипа. При нажатии на кнопочку «Початок» необходимо, чтобы загружалась вот эта вот формочка. Тащим мышкой на формочку вот эту вот линию связи и отпускаем. Здесь у нас выбирается вид этой связи, какое действие производится. Действие «Транзишн-переход». Какой спецэффект используется? Используем «Пуш-лефт» съезд в левую часть. Ну и продолжительность данного эффекта и вид данного эффекта. Щелкнем на пустом месте. Эта связь будет видна, когда мы щелкнем на соответствующий элемент. Дальше. При нажатии на место «Киев» должно высвечиваться неправильный ответ. Переносим. Но здесь уже выберем «Растворение», «Дисов». Париж. Тоже неправильный ответ. Вот город Днепр. Ответ правильный. Установили эти элементы. Дальше. При нажатии на кнопку «Продолжение» должна грузиться следующая формочка. Пусть опять-таки влево будет она грузиться. Так. Далее. При нажатии на эту кнопку подгружается опять-таки с растворением вот этот элемент. То же самое. И нажатие на вот эту кнопку вызывает пункт «Поздравление». Таким образом мы соединили все эти элементы получив готовое какое-то приложение. Давайте посмотрим как же запустить на выполнение данное приложение. Выбираем первую объект и нажимаем кнопочку «Плей». Клопочка «Плей» вызывает на окно вот такое вот наше приложение при нажатии на активные элементы при наведении курсора мышки. Мы видим, что курсор мышки меняется. Нажимаем на початок и здесь есть три выбора. Проверяем. Киев. Видополит неправильно. Нажимаем продолжить. Днепр. Видополит правильный. Поскольку здесь мы не указывали что будет при нажатии на последнюю кнопку значит приложение завершает свое действие в этом виде. Закрываем данный тип приложения. Что необходимо сделать далее? Нажать кнопочку «Распространить наш документ» и мы можем его куда-то допустим в облако сохранить или локально на компьютер сохранить. Соответственно. При выборе локально на компьютер значит сохраняется таким вот образом в облаке сохраняется соответствующим образом. Облако Adobe выделяет нам определенное место для хранения. Также мы можем расшарить этот документ который хранится в облаке нашим близким и друзьям. Например введя соответствующие данные наших товарищей и подпишем пример веб-программы. И нажимаем кнопочку «Пригласить». Таким образом на почту нашему другу придет приглашение и ссылка на вот этот вот макет. Расшарить для предварительного просмотра. Ставим галочку «Позволяющий комментировать». Ставим галочку «Открытие в полноэкранном режиме». Ставим галочку «Просмотр» и возможно поставить пароль на вот это вот чтобы доступ осуществлялся только с помощью пароля. Нажимаем кнопку «Создание». Нажимаем кнопочку «Создание». И мы после обновления можем увидеть «Создание» а прошу прощения здесь говорится о том что в данном тарифном плане невозможно использовать несколько одновременно проектов поэтому я вам покажу проект который уже был в разработке тот проект который мы успешно активировали его можно внедрять с помощью специального кода код копируется в HTML страничку его можно посылать друзьям и знакомым с помощью линка и можно открывать веб-обозреватели при открытии открывается веб-обозреватель и мы наблюдаем вот данный проект веб-обозреватели можно как использовать проверять как это дело работает так и так листать вперед и назад наш прототип в области вот это основные вариации при работе через веб-обозреватель ну также можно сказать что с помощью вот этих вот связей можно создавать анимационные эффекты выбрав тип связи не переход а автоанимейт автоанимация благодарю за внимание до скорых встреч ну а мы пока займемся рыбалкой рыбу половим всем пока пока а и Продолжение следует...